Роботы Роботы Мы можем проехать линию с горками, с препятствиями, потом заехать в поле и найти шарики Робототехнику быстро перестали считать просто игрой Под одним корпусом здесь и программирование, и механика, и электроника, в которых, благодаря Робокапу, можно научиться разбираться с детских лет Робототехника на сегодняшний день является междисциплинарной научной дисциплиной, которая призвана обеспечить наше превосходство в мире во многих отраслях науки и техники По признанию организаторов, многие из участников прошлых чемпионатов сегодня студенты Тусура, которые продолжают учиться и работать по выбранному в школе профилю У нас, например, разрабатывают роботов для работы на дне океана и в космическом пространстве И понимают, почему нужно готовить специалистов со школьной скамьи Не случайно 4 года назад именно по инициативе Тусура в России создали национальный комитет Робокап За все это время Тусуром по всей стране создано мощное Робокап-сообщество В 2016 году в международных мероприятиях Робокап юниорская команда из России впервые одна-единственная участвовала в мировом финале За эти 3 года, начиналось все с одной команды, в 2016 году За эти 3 года прошедшие 54 российские команды приняли участие в международных мероприятиях Робокап Завоевали 26 наград, из них 18 команд из Томской области В соревнованиях роботов больше, чем в обычном спорте, важна не победа, а участие Опыт и знания, полученные в азартной игровой форме, заставляют развиваться Проигравший обычно начинает анализировать, рефлексировать, где я проиграл, где я недоработал Выводить какие-то свои темы перспективные, по которым ему нужно более заниматься или изучить, чтобы показать Мне кажется, проигравший здесь выигрыши Победителей российского этапа Робокап-2019 ждет международный уровень Соревнования в Китае, затем Германия и Австралия Есть за что бороться